Добрый день дорогие телезрители, это программа Карачаева Черкесия онлайн и студию ведущие Анна Лохвицкая и Виталий Каршин. Доброго дня! По традиции мы собираемся в этой студии для того, чтобы обозначить, обсудить и детально рассмотреть со всех сторон вопросы, которые волнуют многих жителей нашей республики. Ну а сегодня тема, которая будет касаться не только Карачаева Черкесии, но и всех других российских регионов. Оставайтесь с нами, будет интересно. Программа будет любопытна и познавательна для семей с детьми и для тех, кто только планирует стать родителями. Ну а пока напомню о том, что у каждого из вас, наши дорогие телезрители, есть уникальная возможность задать вопрос эксперту в студии. Номер телефона 8 800 775 03 24. На этот номер мы ждем звоночки. Они, кстати, бесплатны из любых регионов, совершенно с любых телефонов. Даже если придется несколько минут подождать, пока гость будет завершать ответ на предыдущий вопрос, не переживайте, никакой платы за ожидания с вас не спишут. И еще, еще один канал для связи. Номер для ваших сообщений в WhatsApp 8 938 028 2080. Этот телефон вы будете видеть в течение всей программы на ваших телеэкранах. И в начале нашего выпуска предлагаем к просмотру краткий дайджест главных новостей к этому часу. В Черкесске сделает остановку «Эшелон Победы». Акция организована Министерством обороны и российскими железными дорогами. В период с 16 апреля по 8 мая «Эшелон» образца 40-х годов проследует по всей территории Юга России, делая остановки в городах-героях, городах воинской славы, столицах субъектов Российской Федерации и узловых железнодорожных станциях. На каждой из 30 остановок, в том числе и в Черкесске, для местных жителей будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям «Эшелона», выступления военных артистов, художественных коллективов. Также на железнодорожных станциях будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и выставки современных образцов вооружения и техники. «Эшелон Победы» стартует со станции города Батайска Ростовской области 16 апреля. Завершится акция торжественной встречей «Эшелона Победы» на железнодорожном вокзале города Ростова-на-Дону. 8 мая в канун Дня Победы. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации продолжает всероссийскую акцию «Урок цифры». Очередной урок по теме «Безопасность будущего» запланирован к проведению в образовательных учреждениях Карачаева-Черкесии с 10 по 23 марта. Урок направлен на развитие ключевых компетенций в сфере цифровой экономики у школьников и на формирование навыков поведения в интернете. Также учеников научат основным аспектам кибербезопасности. В этом году организаторы хотят обратить внимание детей и подростков на риски, связанные со слабыми паролями, научить их отличать фишинговые сайты от настоящих, показать, чем может обернуться кража аккаунта и как оградить себя от мошеннической рекламы. Ожидается, что в Карачаево-Черкесии в «Уроке цифры» примут участие 177 образовательных учреждений и более 43 тысяч учащихся. Карачаево-Черкесия Проект реализуется постоянным представительством Карачаево-Черкесской республики в столице совместно с московским метрополитеном. Цель проекта заключается в ознакомлении жителей и гостей Москвы с богатой историей и культурой многонациональной республики, природными богатствами субъекта, которые предоставляют широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха. Выставка также отразила вклад жителей Карачаева-Черкесии в Великую Победу. Экспозиция разместилась в 10 стеклянных колбах, расположенных прямо на платформе станции метро «Воробьёвы горы» Сокольнической линии. Пассажиропоток данной платформы столичного метрополитена составляет 12 тысяч человек ежедневно. Выставка «Знакомьтесь, Карачаева-Черкесия» продлится до 25 марта текущего года. Карачаева-Черкесии будут активно развивать киноиндустрию. С предложением заняться созданием собственных кинопроектов главе региона в ходе прямого эфира с гражданами в ноябре прошлого года обратился заслуженный артист республики Рафаэль Мукаев. Глава региона идею поддержал и поручил Министерству культуры региона заняться этим вопросом. В рамках разработанной концепции развития киноиндустрии в Карачаево-Черкесии планируется обучать звукорежиссёров, операторов и режиссёров, а также других специалистов сферы. Это позволит развивать конкурентоспособную киносреду и даст возможность региону в будущем на постоянной основе осуществлять производство полнометражных художественных и документальных фильмов. На одной из улиц Аула Псыш заменят ветхие водопроводные сети. Уже в этом году специалисты планируют полностью обновить водные коммуникации протяжённостью 716 метров на улице Набережной в Ауле Псыш. Строительные работы будут проводиться в рамках реализации программы устойчивого развития сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Завершить работы планируют уже до конца текущего года. Ну а мы переходим к основной теме нашей программы. Государство всегда стоит на страже защиты прав семьи, материнства и детства. Одним из факторов особого внимания к матерям является реализация специальной социальной программы правительства России «Россия. Поддержка семей с детьми материнским или семейным капиталом». Государственные сертификаты на этот капитал выдаёт Пенсионный фонд России. Ну что ж, программа достаточно широко известна, очень популярна. Она периодически претерпевает различные изменения, продлевается, в том числе, что не может не радовать жителей России. Ну и президент России Владимир Путин накануне, совсем недавно, 1 марта, утвердил федеральный закон, который вносит изменения в программу материнского капитала. Принятые поправки увеличивают сумму государственной поддержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжения средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы. И сегодня в прямом эфире мы с вами подробно поговорим обо всех изменениях в законодательстве о материнском семейном капитале и ответим на все интересующие зрителей вопросы. Ну что ж, напомним ещё раз, как вы, дорогие телезрители, можете задать интересующий именно и лично вас, а может быть ваших родных и близких, вопрос. В 8 800 775 03 24 это телефон, звонок на него бесплатный из любых регионов, из любых телефонов, ну и номер для сообщений в WhatsApp 8 938 028 0080. А у нас в гостях в нашей эфирной студии начальник отдела по социальным выплатам главного управления отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесской республике Нина Борисовна Заузанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну и первый вопрос, наверное, давайте начнём немного с истории. Как начинался этот проект, как давно, ну и какие изменения он претерпел? Ну, всем нам известно то, что программа материнский семейный капитал действует с 2007 года. Неоднократно продлевался этот федеральный закон и с учётом последних изменений эта программа продлена до 2026 года. За период действия этой программы неоднократно вносились изменения. Также изменения касались и видов расходования. На сегодняшний день это виды расходования на улучшение жилищных условий. Улучшение жилищных условий подразумевает несколько видов расходования. Это имеется в виду и купля-продажа жилья, это имеется в виду и строительство, и реконструкция, как с привлечением организаций строительных, так и собственными усилиями граждан. Также имеется в виду под улучшением жилищных условий это долевое строительство, участие в жилищно-строительных кооперативах, погашение кредитов займов на приобретении строительства жилья, как погашение первоначального взноса, так и погашение основного размера кредита или займа за счёт средств материнского капитала. Помимо улучшения жилищных условий можно распорядиться, направив средства на образование детей, либо на дошкольный присмотр и уход детей. Кстати, по дошкольному присмотру и уходу законодателям также были внесены определённые поправки, которые позволяют обращаться до достижения правоустанавливающим ребёнком возраста трёх лет. Также до достижения этого возраста можно обращаться по направлению по погашению кредитов и займов на строительство или реконструкцию жилья. И можно обращаться по направлению на социальную адаптацию, интеграцию в общество детей-инвалидов. Это вот эта поправка, которую очень-очень долго ждали и лоббировали родители особенных детей, и государство пошло всё-таки навстречу. Ну и ещё один вид расходования, который — это направление средств материнского семейного капитала на формирование накопительной части пенсии матери. Буквально с 2018 года вступили поправки, которые предоставляют право семьям, в которых низкий уровень дохода, начиная с января 2018 года, в которых имеются вторые дети, обращаться за получением ежемесячной выплаты из средств материнского семейного капитала. Я также напомню, что этот же закон реализуется по линии Министерства труда на уровне субъектов через органы социальной защиты, только в том случае, если эта мера предоставляется на первого ребёнка. То есть если первый ребёночек, тогда, получается, реализация идёт через органы социальной защиты, и выплата осуществляется из федеральных средств. Если же второй ребёнок, начиная с января 2018 года, также из федеральных средств, но уже из размера материнского семейного капитала осуществляется эта выплата. Это вот основные изменения, которые были. А размер — это тоже немаловажный момент. Когда программа начиналась, все мы помним, стартовая сумма материнского семейного капитала была 250 тысяч рублей. И вот сейчас, уже в 2020 году, мы можем смело говорить о том, что эта сумма перевалила за 600 тысяч рублей. То есть всё индексируется и всё растёт. Да, на самом деле эта сумма начиналась именно с этого размера. Ежегодно, согласно федеральному закону, проводилась индексация размера материнского семейного капитала. Но начиная с 2016 года, эта индексация была приостановлена до 2020 года. И вот в январе текущего года мы опять проиндексировали этот размер материнского капитала. И на сегодняшний день, в случае, если ранее не обращались граждане, и полный размер их не будет составлять 466 тысяч 617 рублей. Если же было обращение за единовременной выплатой или за каким-то видом направления расходования этих средств, тогда индексируется остаток этих средств. За минусом тех средств, которые они уже использовали. Ну вот, много информации сразу для понимания. Мы будем подробно обо всех моментах, когда наступает право на получение материнского семейного капитала, на какой размер государственной поддержки могут рассчитывать те или иные семьи, в зависимости от численности семьи и количества детей, а также о правилах расходования и, может быть, санкциях за нецелевое расходование этих средств тоже мы сегодня поговорим. Ну и все-таки вот к современным новшествам и последним поправкам в закон, в федеральный закон о материнском семейном капитале. Какие преимущества дают эти поправки? Да, конечно же, я более подробно остановлюсь на этом моменте. Мы все знаем и знакомы то, что после послания президента принят федеральный закон. Закон подписан президентом 1 марта. Основные его положения и части вступают с 12 марта. И за исключением тех статей, которыми вступление в силу четко прописано законом. Если говорить конкретно, да, по этому федеральному закону существенно расширен круг лиц, который имеет право на этот материнский капитал. Мы все уже привыкли и знаем, что материнский капитал полагается семьям, в которых второй и последующий ребенок рожден с января 2007 года. Теперь же эти поправки, они предоставляют право семьям, в которых рожден первый ребенок, начиная с января 2020 года, также получить материнский капитал. То есть немного семьи с одним ребенком были в более таком не лучшем, скажем так, положении. Немного обижались на государство. Почему нас не поддерживают? Поддерживают семьи только с двумя, тремя, четырьмя и более детьми. Сейчас и в этом направлении все сделано. То есть при появлении первого ребенка уже наступает право на получение господдержки. Да, я обращу внимание зрителей на то, что, несмотря на то, что закон подписан был 1 марта, вступил в силу, основные его части вступили в силу с 12 марта, он распространяется на правоотношения, возникшие с января 2020 года. То есть те мамочки, те семьи, в которых уже был рожден этот ребеночек, либо усыновлен, в части усыновления имеет значение не дата рождения ребенка, а дата вступления в силу решения суда об усыновлении. То есть если ребенку, скажем, год, два, три или четыре, но он был усыновлен уже в 2020 году и позже, то тогда приемные родители, приемные семьи тоже получат вот такой государственный капитал. Именно дата решения суда, если после января 2020 года они также имеют право. На материнский капитал размер на первого ребенка, рожденного, усыновленного будет 466 617 рублей. Скажите, пожалуйста, ну вот для многих это стало очень приятной новостью. Закон федеральный только вступил в силу. Скажите, вот сейчас в пенсионном фонде в ваших отделениях по республике отмечается какой-то ажиотаж, то есть мамочки массово приходят, уже приносят пакеты документов на получение вот этого капитала на первых детей? Не могу сказать, что есть какой-то ажиотаж. Я думаю, что это скорее всего связано с тем, что обратиться за этой государственной услугой можно как в электронной форме, через личный кабинет на сайте пенсионного фонда, через портал государственных услуг и через территориальные органы многофункциональных центров. То есть не обязательно приходить лично, можно используя электронные сервисы и многофункциональные центры, сеть которых есть в нашей республике в том числе, подать заявление. Ну и в принципе, что для мамочки с маленьким ребенком, с малышом очень удобно, что не надо никуда ехать, не надо стоять в каких-то длинных очередях, а если это можно сделать вообще не выходя из дома, то это вообще максимально удобно и комфортно. Еще один момент, о котором тоже очень много говорят, о том, что государственный сертификат на материнский семейный капитал будут оформлять, пенсионный фонд будет оформлять вообще автоматически и без участия родителей. Что это такое, поясните, пожалуйста. Да, этим же законом внесена норма, которая предусматривает проактивное предоставление государственной услуги. Что это в практическом плане значит? По сути, с момента рождения ребенка, когда появляется эта актовая запись, эта информация вносится в единый реестр записи актов гражданского состояния, так называемый ЕГЭР-ЗАГС. Вот эти сведения из этого источника будут направляться в территориальные органы пенсионного фонда. Пенсионный фонд по этим сведениям будет осуществлять свои межведомственные взаимодействия с теми органами, которые предусмотрены по этому закону. То есть необходимый пакет документов, сведений, которые необходимо, он запрашивает, получает. В случае, если по результатам этих административных процедур выносится решение положительное о том, что право у этого гражданина есть, то автоматически будет направлено уведомление на личный кабинет гражданина, либо на сайте пенсионного фонда, либо на государственном портале. Тем самым гражданин будет уведомлен, что вы в связи с рождением первого ребенка или в связи с рождением второго и последующих детей имеете право на материнский семейный капитал в таком-то размере. То есть получается это очень удобно, ведь часто говорят, что мы не знаем о тех или иных льготах и преференциях, которые нам положены от государства. Здесь такая возможность будет исключена, и автоматически с момента рождения и регистрации ребенка в органах ЗАГС будет проходить процедура проверки и назначения, то есть вынесения решения и оформления вот этого капитала, скажем так. Да, я дополню то, что отделение пенсионного фонда по Карачаево-Черкесской республике сейчас находится в числе пилотных регионов, которые все это межведомственное взаимодействие сейчас проверяют в действительности, как оно должно проходить, какие сведения учитывать, в каких ведомствах эти запросы нужно будет формировать. И я думаю, по результатам положительного пилотирования, я думаю, мы приступим, начиная с 15 апреля, нормой предписано, я думаю, мы приступим к проактивной форме оказания государственной услуги по выдаче сертификата. То есть так быстро, буквально еще месяц, и уже без участия мамочек и папочек будут оформлять все документы. Постараемся. Ну а пока, скажите, вот мы пока говорим о маткапитале на первого ребенка, какой пакет документов необходимо собрать и предоставить для того, чтобы все-таки вот этот сертификат и долгожданный капитал получить в последующем? Ну, документ, удостоверяющий личность гражданина, как правило, это является паспорта, и документ, подтверждающий рождение детей, это свидетельство о рождении. То есть и все, на всех детей свидетельство о рождении, и паспорт того гражданина, который заявляет. Скажите, мама и папа имеют равные возможности на оформление вот этого капитала? Ведь мы все-таки говорим материнский, материнский. Ну, к сожалению, все мы знаем, что бывают случаи, что отец является единственным родителем. Ну, такое тоже случается, к сожалению. Папа может получить материнский капитал? Да, у нас в республике есть случаи, когда переход права был осуществлен на отца. Отец имеет право на материнский семейный капитал в том случае, если он является единственным отцом либо усыновителем всех детей. Если же один из детей рожден от другого отца, тогда право переходит на детей. И материнский капитал, размер материнского капитала делится на количество детей, которые претендуют на этот материнский капитал. По отцам на сегодняшний день выдано около 20 сертификатов, которые имеют право. По деткам около 150 сертификатов. Это все-таки единичные случаи, но в общей сложности какое количество? Вот с 2007 года, начиная с сертификатов на материнский семейный капитал, было выдано на территории нашего региона? Есть эта цифра? Эта цифра, конечно же, есть, но я бы хотела здесь дополнить тот момент, что в средствах массовой информации мы неоднократно освещали тот момент, что право за обращением, за сертификатом или за реализацией временем не ограничено. И учитывая, что мы имеем цифры по тем гражданам, которые фактически обратились за этим сертификатом, это цифра около 35 тысяч с момента реализации этой программы. По факту мы предполагаем, что потенциальных граждан, которые имеют право, будет чуть больше, которые до сегодняшнего дня еще не обратились за получением сертификата. То есть, возможно, они чего-то ждут, возможно, не знают о своих правах, возможно, думают, что им пока еще не полагается. И закон позволяет им обращаться в любое время. Закон разрешает, даже если у вас второй ребенок, например, в 2008-2009 году родился, вы можете и сейчас обратиться, это ваше законное право. Что касается, кстати, юбиляров так называемых, я напомню, что Пенсионный фонд России по Карачаево-Черкесской республике регулярно проводит такие торжественные встречи и вручает юбилейные сертификаты, очередные 500-1000 в торжественной обстановке с вручением подарков, цветов. Ну и всегда это особо приятно. Буквально в конце минувшего 2019 года состоялось вручение юбилейного 34-тысячного сертификата на материнский семейный капитал в нашей республике. На этой церемонии присутствовал корреспондент нашего телеканала и у нас есть возможность посмотреть собственными глазами, как это было. Внимание на экран. В семье Дураевых двое маленьких ребятишек – Адам и Амин. Мальчики погодки не дают маме долго сидеть на месте. Старший Адам в том возрасте, когда всё интересно и хочется потрогать. Младший Амин, которому нет и трёх месяцев, так и сидел бы целый день на руках у мамы. Обычно мы встаём в 7 утра. Это младший у нас встаёт так рано. Потом, не знаю, встаём все вместе, уже приходится всем вставать. Одеваемся, кушаем. Потом уже проходит полдня, уже обед, опять спать, потом кушать. То так и день проходит целый. С появления второго ребёнка семья Дураевых, как и положено, подала документы на материнский капитал, после чего узнала. Их сертификат юбилейный – 34-тысячный. Поэтому вручать его к ним приехала целая делегация. Всегда наш регион славился большими, крепкими семьями. И в этом плане я очень надеюсь, что ваша семья станет примером для всей нашей республики. Желаю вам доброго здоровья и вашим детишкам, вам, всем успехов больших, вашему дому тепла и уюта. А мы со стороны региональных властей, конечно же, будем делать всё, что возможно для поддержки семей, детьми. Региональная муниципальная власть – представители пенсионного фонда. Помимо сертификата на почти полмиллиона рублей они привезли подарки детям. Чтобы это всё принесло счастье в этот дом. Чтобы вы жили и радовали. Чтобы в следующий раз вы приходили, когда у вас будет уже не два, а десять детей. Самым востребованным направлением использования материнских денег в Карачаево-Черкесии по-прежнему остаётся улучшение жилищных условий. Семья Дураевых также не стала исключением. В их планах – приобретение собственного жилья. И материнский капитал сыграет тут не последнюю роль. Ну а мы возвращаемся в студию. Напомним, сегодня мы говорим обо всех инновациях государственной программы «Материнский капитал». В студии начальник отдела по социальным выплатам Главного управления отдела Пенсионного фонда России по КЧР Нина Заузанова. Итак, такой вопрос. Точнее, даже вот так. Давайте смоделируем ситуацию. Жидается второй ребёнок. На какой размер господдержки, согласно новым правилам, могут претендовать родители? Ну известно, да, что эта программа распространялась на вторых и последующих детей, рождённых с 2007 года. Учитывая новые поправки, которые были приняты, семьям, в которых будет рождён или усыновлён второй и последующий ребёнок, начиная с января 2020 года, размер материнского семейного капитала будет увеличен на 150 тысяч. При условии, что ранее в семье это право не возникало. Что это значит? Значит, известно то, что эта программа действует с 2007 года, и юридическим фактом является рождение и усыновление детей с января 2007 года по декабрь 2019 года. Здесь не имеет значения. Семья обратилась, получила этот бланк сертификата. Семья обратилась, получила только часть средств материнского капитала. Остаются основные средства на лицевом счёте. И, возможно, семья будет думать, что полностью не распорядилась, правом не воспользовалась, значит, тоже должны увеличить мне на 150 тысяч. Вот в этой части хотелось бы обратить внимание, что эти граждане на увеличение материнского семейного капитала не могут претендовать. То есть в случае, если второй ребёнок рождается только с 1 января 2020 года, тогда ещё дополнительно 150 тысяч к основной сумме вот этой 466 тысяч. Второй и последующие дети после января 2020 года будут иметь право на увеличение материнского капитала плюс 150 тысяч к основной сумме. Хотелось бы дополнить то, что до принятия этого закона, в принципе, по ранее действующей норме граждане обращались за получением сертификата, кто-то обратился уже и за распоряжением этих средств. Вот этим гражданам дополнительно обращаться в пенсионный фонд, либо в многофункциональные центры, либо дополнительно подавать заявления, доносить какие-либо документы не требуется. Пенсионный фонд на федеральном уровне автоматически этим гражданам увеличит размер материнского семейного капитала на их лицевом счёте. Если у гражданина появится интерес, на самом ли деле эта сумма увеличена, и вообще хотелось бы получить подтверждение, этот гражданин может через личный кабинет на сайте пенсионного фонда заказать справочку о размере материнского семейного капитала и увидеть эту сумму там, либо непосредственно именно в пенсионный фонд обратиться, и по обращению этого гражданина будет также выдана эта справка. Ещё раз вот такой момент и моделируем ситуацию. Карачаево-Черкесия регион с большими семьями, много детей часто бывает, это очень здорово. Но вот ситуация такая практическая, очень часто возникают вопросы именно по вот таким подобным ситуациям. К примеру, в семье есть двое детей. Они родились, ну скажем там, в 2008 и 2012 году, к примеру. Да, скажем так. Семья получила сертификат на материнский семейный капитал в той сумме, в том размере, который был тогда. Но в 2020 году рождается третий ребёнок. Скажите, пожалуйста, какова сумма вот этой государственной поддержки будет сейчас, и будет ли она меняться в случае вот в такой ситуации? Вот тот самый момент, на котором я только что делала акцент. Увеличение размера материнского семейного капитала будет в семьях, в которых рождён второй, как вы сейчас в примере привели, третий ребёнок, в том случае, если права ранее не возникало. Получается, по вашему примеру, дети были рождены, правоустанавливающий ребёнок был в тот период времени, и право на новый размер с учётом увеличения эта семья уже иметь не будет. То есть всё действует для деток, которые появляются с 1 января 2020 года. Все изменения, надбавки и увеличение сумм только на вот этих детей полагаются. Да, получается так. Ну что, в принципе, достаточно понятно. Ещё раз напомним, что пакет документов достаточно простой в случае рождения второго ребёнка в этом году. То есть это паспорт мамы в большинстве случаев и свидетельство о рождении всех детей. Пенсионный фонд, МФЦ или портал госуслуг для оформления всех вот этих документов. Что касается сроков программы, вы выше упомянули о том, что программа неоднократно продлевалась. Хочется услышать ещё раз. То есть сейчас вот это пока новшество, нововведение пока может быть где-то кому-то не очень понятно. Но, тем не менее, эти новшества будут действовать до возможных новых поправок. Но, тем не менее, до какого срока семьи, в которых будут рождаться дети, будут получать вновь и вновь эту поддержку. Да, программа продлена в очередной раз. И действие этой программы будет до 31 декабря 2026 года. То есть, получается, если брать моменты начала, это 20 лет в общей сложности. Будем надеяться, что будет в разы больше, чем 20 лет, учитывая, что трижды точно этот срок продлевался. То есть, получается, теоретически те дети, которые появились в 2007 году, их родители получили материнский капитал, они могут вырасти и родить собственных детей и тоже стать участниками этой программы во второй раз, но уже как родители. В принципе, теоретически это возможно, но пока-пока только время. Что касается расходования средств, вот здесь тоже очень много возникает вопросов. Напомним, что с момента начала действия программы материнского семейного капитала было не так много направлений, но очень широко это обсуждалось, предлагались совершенно разнообразные предложения, вплоть до покупки земельных участков, разрешения на покупку автомобиля, заграничных путешествий, всего возможного. Но законодатель строго определяет, на какие цели законно можно расходовать вот эти средства господдержки семей с детьми. Давайте напомним, что это за направление. Направление это на сегодняшний день по улучшению шилищных условий, которые включают в себя около 12 видов расходования, о которых мы уже поговорили, на образование ребенка, на формирование накопительной части пенсии матери и на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. По семьям, в которых рожден второй ребенок, начиная с января 2018 года, также еще один вид расходования предусмотрен, это ежемесячные выплаты из средств материнского семейного капитала в случаях, если семья признана семьей с низкими доходами. То есть такая выплата из средств материнского капитала помогает семьям поддерживать достойный уровень жизни, пока мамочка в декрете, я так понимаю. Давайте напомним, какие суммы имеют право получать такие семьи с несколькими детьми и есть ли какие-то изменения вот в этой программе и мере государственной поддержки, то есть ежемесячная выплата из средств семейного материнского капитала. По этому направлению также буквально в декабре 2019 года были внесены соответствующие изменения и они уступили в силу с января 2020 года. Если ранее мы рассматривали как в отношении первого ребенка, так и второго ребенка, доход семьи исчислялся из полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина, утвержденного за второй квартал года предшествующего году обращения. Скажу чуть проще. То есть в истекшем году за второй квартал утверждены прожиточные минимумы в каждом субъекте свои. Ранее для исчисления общего дохода семьи применялся полуторакратный размер. С учетом этих изменений в текущем году применяется двукратный размер прожиточного минимума, утвержденного в субъекте Российской Федерации за второй квартал. В нашей республике это какой размер выплаты? В нашей республике, начиная прожиточный минимум трудоспособного гражданина, утвержденный за второй квартал года предшествующего, это значит в 2019 году, составляет 10 798 рублей. Если исчислять его двукратный размер, соответственно, он составляет 21 596 рублей. То есть такую сумму могут получать семьи с... поясните. Это размер, вот этот размер 21 596 рублей, это предполагаемый доход на одного гражданина в семье, да? Если семья состоит из четырех членов семьи, соответственно, общий совокупный доход семьи не должен превышать 86 384 рубля. То есть вот эту цифру изначальную, да, двукратную, мы умножаем на количество членов семьи. Включая и взрослых, и детей. Да, в отношении выплат из средств материнского семейного капитала, как правило, мы рассматриваем состав семьи из четырех человек, родителей и двое детей, или же из трех человек, мама и двое детей. Если состав семьи из трех человек, соответственный доход, ежемесячный доход семьи должен превышать 64 788 рублей. То есть если доход семьи не превышает эту сумму, они вправе обратиться за ежемесячной выплатой из средств материнского семейного капитала. Какие документы необходимо предоставить? И размер этой выплаты будет составлять 10 402 рубля. Ежемесячно. Ежемесячно. До какого периода? Ранее, до внесения этих изменений, можно было обратиться один раз и получать эту выплату до года, и в последующем продлить ее до полутора лет. С учетом внесенных изменений, законодатель предоставляет право получать эти выплаты до трех лет. То есть тоже приятно. Да, если гражданин обращается за этой выплатой до 6 месяцев с даты рождения правоустанавливающего ребенка, пенсионный фонд и органы социальной защиты осуществляют выплаты, начиная с даты рождения ребенка. Если позже этого времени, тогда с даты подачи заявления. До года осуществляется эта выплата, и в последующем новое заявление, новый пакет документов, и по желанию гражданина выплата продлевается до двух лет. Также продлевается в последующем и до трех лет. Под документом, который нужно предоставить гражданину, вы поняли, да, то, что правоопределяющим моментом является доход граждан. Под этот доход законодатель подразумевает все денежные и материальные вознаграждения, которые получали все члены семьи. То есть мамочка получала официально зарплату. Должен быть документ, подтверждающий, что она за 12 календарных месяцев до даты подачи заявления имела вот таким-то документом соответствующий доход. Если же это касается студентов, если им осуществляется выплата стипендии, соответствующий документ за эти же 12 месяцев до даты подачи заявления, документ, который подтверждает, что этот ребеночек получал в таком размере. Доход исчисляется из совокупности всех видов дохода, которые получает эта семья. И подтверждает период времени, в течение которого они получали этот доход. И подтверждается каждый доход соответствующим документом. Скажите, а сюда в учет вот этой суммы доходов считают пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, пенсии, может быть, какие-то другие социальные выплаты и алименты вот такой момент? Все считают. Все считают за исключением выплат, которые были произведены единовременно по стихийным бедствиям и вследствие террористических актов. Два вида выплаты, которые не учитываются в совокупный доход семьи. По всем остальным выплатам, какие-либо это не были, разовые, либо постоянного характера эти выплаты, все выплаты за этот период, они должны будут нам подтвердить документально и предоставить. Скажите, это популярная мера государственной поддержки? Часто жители нашей республики обращаются за вот этими ежемесячными выплатами и средств материнского семейного капитала. Ну, с учетом того, что с января круг лиц расширился, применяя, если мы будем применять двухкратный размер, соответственно, и больше потенциальных претендентов у нас появилось, чтобы изъявили желание на эти выплаты. Но здесь, видимо, действует тот момент, законодательный момент, что эти выплаты пенсионный фонд осуществляет из средств материнского капитала. Основная доля граждан все-таки предпочитает использовать средства материнского капитала, направив их на улучшение жилищных условий. В частности, на первого ребенка здесь ситуация, наверное, будет чуть выигрышной из того, что эти средства специально не были предназначены гражданину, но в случае, когда ему это право предоставлено, он обращается с этими документами и получается, не ущемляя, скажем так, себя, он получает эти выплаты, федеральные выплаты, получает со стороны. То есть, получается, это право выбора, никто никого не заставляет, каждая семья, родители, в частности, несут ответственность и решают для себя, нужна им такая выплата, а может быть, сохранить полностью всю сумму на своем счету, а потом использовать на какие-то глобальные нужды, например, на улучшение жилищных условий. Ну что ж, я предлагаю сделать еще одну небольшую паузу. Все сейчас, конечно же, очень пристально следят за такой темой, как возможное внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Все мы знаем, что целый большой блок посвящен поддержке семей с детьми. Сюжет нашего телеканала как раз на эту тему, предлагаю его посмотреть. После этого вернемся к обсуждению в студии. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем нововведения, изменения в программе материнского семейного капитала. Светлана Асачия – мама семерых детей. Самому маленькому нет и года. Светлана признается, что семья занимает в ее жизни самое главное место. Иногда, конечно, бывает сложно и финансово, и морально, однако счастье материнства перекрывает все проблемы. Самое важное, что может быть у человека – это семья, дети. Самое основное. Если бы не они, что бы мы делали? Зачем тогда вообще? Самое важное – это дети в семье. Ради них и живем. При этом многодетную семью стараются поддерживать государство. Светлана получает детские выплаты и пособия на самого младшего ребенка. Пособия получаем до полутора лет и обычные детские. На школьников проезд питания. Только у нас то, что плохо, то, что нам далеко добираться до школы. Они платят проезд 250 рублей на ребенка. У нас в день уходит только 300 рублей, 5 учеников. Финансовая обеспеченность семей в России – одна из приоритетных задач, над решением которой работает государство. Для комфортной жизни в стране важно создать условия для развития института семьи. Поэтому ее поддержка со стороны государства играет сейчас ключевую роль. Не случайно при обсуждении поправок в Конституцию депутатом Ольгой Баталиной было выдвинуто предложение о внесении в основной закон Российской Федерации нормы поддержки института семьи во всех ее проявлениях. Семья, все, что связано с семьей, для подавляющего, для абсолютного большинства россиян всех возрастов – это главная ключевая ценность. И, конечно, они считают, что сегодня эти вопросы в Конституции должны быть еще более выпукло отражены. И, проанализировав в рамках нашей рабочей группы все поступившие семейные поправки, я предлагаю дополнить в Конституции полномочия правительства Российской Федерации, это статья 114, следующей нормой. В полномочия правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи традиционных семейных ценностей. Да, надо подумать, и я, в принципе, согласен с этим. Надо только понять, где и в каком виде это сделать. Возможно, новые поправки, внесенные в Конституцию, в разы улучшат положение семей в России и пойдут на пользу всем нам. Ведь счастливая семья – это фундамент здорового общества. Мы возвращаемся в студию. Напомним, сегодня мы говорим обо всех инновациях государственной программы «Материнский капитал». Ну и такой вопрос. Ни для кого не секрет, и всем известно, у многих, по крайней мере, семей, особенно с молодыми, с маленькими детьми, есть кредиты. И посему такой вопрос. Можно ли направлять «Материнский капитал» на оплату кредита через банк? Да, конечно, этот вид расходования, он применим и является очень популярным на территории нашей республики. Но с учетом тех поправок, которые вступили в силу, будет предоставлено гражданам право. На момент обращения, хочу подчеркнуть, это не будет иметь отношение к тем кредитам, которые уже выданы. Если гражданин будет обращаться сейчас в коммерческую организацию, скажем, в банк, за предоставлением кредита, по воле изъявления гражданина он может там же написать заявление и проложить необходимый пакет документов для погашения этого кредита, как первоначального, так и основного долга. Параллельно коммерческая организация, то есть банк и пенсионный фонд будут рассматривать эти заявления и заявки. Одномоментно. В случае, когда банк одобрит выдачу этого кредита, будет соответствующая информация в пенсионном фонде, и пенсионный фонд без посещения самого гражданина автоматически будет осуществлять перечисление средств материнского семейного капитала в счет погашения кредитных денег. Что касается целей кредитования, вот здесь важно отметить, это любые цели, то есть это может быть кредит на потребительские нужды, на приобретение или строительство жилья, может быть на покупку бытовой техники, вот здесь тоже важно уточнить. Какие цели являются такими благородными, на какие точно и коммерческая организация, и пенсионный фонд даст добро? Однозначно должно быть целевое расходование этих средств, и кредит должен быть на приобретение, либо строительство индивидуального жилья. Неважно, квартира или жилой дом, и регион имеет ли значение, к примеру, если жители Карачаева-Черкесии решили приобрести жилье в столице, к примеру, или в соседнем крае, области и так далее, имеет ли здесь какое-то значение территориальную принадлежность? Очередные были поправки внесены, и уже территориальные органы пенсионного фонда применяют экстерриториальный принцип рассмотрения заявлений. Что это значит? То есть независимо от того, где место регистрации гражданина, соответственно, независимо от того, где приобретается жилье, где строится это жилье, гражданин по своему желанию может обратиться в любой территориальный орган, в любой многофункциональный орган, и подать заявление соответствующее. То есть либо по месту своего фактического жительства, либо по месту нахождения жилья, которое он решил приобрести. Либо по месту своего пребывания. То есть еще шире вот круг получается. То есть я правильно понимаю, что если молодая семья после получения таких средств, и когда уже дети появились, они не смогут купить в кредит, например, автомобиль для семьи, семейный автомобиль такой. Они не смогут. То есть это не целевое расходование средств? То есть автомобиль не считается целевым. Мы все неоднократно наслышаны о том, что Государственная Дума рассматривала подобные предложения, но поддержку не получили большинством голосов, тем самым аргументируя, что есть отдельные программы, которые осуществляют поддержку по приобретению автомобильных средств. И к детям они имеют только косвенное отношение. А все-таки цель программы «Материнский семейный капитал» — это поддержка семей с детьми и детей в первую очередь. Скажите, есть ли какие-то изменения относительно самих детей? Ведь они тоже полноправные участники этой программы, если я не ошибаюсь, ранее существовала обязанность у родителей при приобретении жилья выделять доли для своих детей в новом жилье. То есть чтобы квартира, скажем, условно приобретенная с участием средств материнского семейного капитала частично хотя бы, но принадлежала тем самым своим собственным детям. Да, законодатель также внес в этой части поправки. Если ранее нам предоставляли граждане нотариально заверенные обязательства о том, что в последующем они обязуются выделить доли по соглашению сторон всем членам семьи. С учетом подписания нового закона, сам документ этот, он исключен из перечня документов, которые предоставляются. Но тем самым по-прежнему сохраняется обязанность граждан, в чьей собственности находится либо супруг, либо супруга, да? В чьей собственности находится это жилье, обязанность за гражданами сохраняется, чтобы это жилье в последующем, либо на момент подачи этого заявления, уже было распределение долей по соглашению сторон на всех членов семьи. А сам документ, то, что он носит именно платную форму, он нотариально выдавался. Законодатель пошел навстречу гражданам и этот документ как обязательный отменил. Но право граждан выделять эти доли по-прежнему прописано, и оно по-прежнему сохраняется. Ну а обязанность контролировать, вот исполнение этой обязанности родительской, выделять детям собственным долю при приобретении вот этого жилья с участием средств материнского капитала, тоже остается, правоохранительные органы вправе проверять, выделили детям доли или нет, соблюдаются ли законные интересы детей или все-таки нет. Но если мы заговорили о возможных неправомерных моментах, давайте напомним, что достаточно часто и в средствах массовой информации мы слышим, и в социальных сетях видим, что некоторые граждане предлагают хитрыми способами, скажем так, обналичить средства материнского семейного капитала. Потом случаются уголовные дела, преследования. Что происходит в таких случаях? Давайте напомним о том, почему нельзя поддаваться на уловки вот таких псевдопомощников, и чем это грозит тем семьям, которые решили таким образом, ну, скажем так, обналичить средства. Я разъясню, прежде чем сказать об ответственности, разъясню тот момент, что неоднократно принимали закон о том, чтобы выплачивать единовременную выплату. Как помнят населения, это в размере 12 тысяч единовременной выплатой средств материнского капитала была в 2009-2010 году, в последующем в размере 20 тысяч единовременная выплата была, в размере 25 тысяч была, она была определена законом на определенный срок, в течение которого они могли обратиться и заявить об этой единовременной выплате, которой можно было расходовать на любые нужды семьи. И вот по ежемесячной выплате из средств материнского капитала, о которой мы говорили, также семья может расходовать на любые нужды семьи. Под другим направлением, на улучшение жилищных условий, на образование, на накопительную, формирование накопительной части матери, на интеграцию и адаптацию в общество детей-инвалидов. Эти все направления, они являются целевыми. То есть перечень документов, которые предоставляет гражданин, они должны подтверждать целевое расходование федеральных средств. В случае, если граждане сознательно, либо в силу своей неосторожности подписали какие-либо документы, либо вовлечены в какие-либо схемы, они несут полную ответственность за те действия, которые повлекли нецелевое расходование. То есть если гражданин дееспособный, его дееспособность не ограничена, и он вполне осмысленно подписывается под соответствующими договорами, заявлениями и иными документами, все последствия по нецелевому расходованию, они уже будут применительно к нему. Вплоть до уголовной ответственности в том числе. Подобного характера мошеннические схемы, они квалифицируются как именно нецелевое расходование и по статье «мошенничество». А, как правило, статья «мошенничество», она подразумевает уголовную ответственность. То есть, в принципе, насколько мы поняли из сегодняшней беседы, нет никакой необходимости обращаться к сторонним организациям, к посредникам, которые скажут, давайте я за вас буду бегать, собирать все документы, все сделаю, а вы просто уже будете наслаждаться результатом. Сейчас это все максимально просто, максимально удобно для граждан, вплоть до того, что совсем скоро уже с 15 апреля средства материнского семейного капитала, вот этот сертификат, будут оформлять вообще беззаявительно, без участия граждан. То есть, пенсионный фонд будет автоматически это все совершать. Здорово. Давайте напомним все-таки о тех местах и каналах, по которым граждане смогут получить дополнительную консультацию, ведь разговор в прямом эфире это одно, а каждый индивидуальный случай это другое. Возможно, остаются какие-то неясные вопросы, а может быть, ну, сложные ситуации. Что делать гражданину или гражданке, да, семье, в которой остались вопросы по поводу нововведения относительно программы государственной поддержки материнский семейный капитал? Пожалуйста, как получить информацию, консультацию и больше сведений? Если остались какие-то вопросы или гражданин имеет на руках какой-то перечень документов, и уже исходя из этих документов, он хочет конкретно задать вопрос. Он может обратиться в любой территориальный орган пенсионного фонда. Специалисты клиентских служб, специалисты социальных выпад достаточно грамотно дают сейчас эти консультации. Также можно получить консультацию в территориальных органах многофункциональных центров. Эта услуга предоставляется уже не один год, и специалисты достаточно компетентные тоже дают разъяснения этим гражданам. Если же по телефонной линии, то телефонный канал это 220542, по этому номеру можно обратиться и все уточняющие вопросы получить по этому номеру. Но следует отметить то, что по телефонной линии информация будет справочного характера. Если же конкретный вопрос по перечне документов или по его оформлению, все-таки рекомендуем уже подойти на личную консультацию. Нет ничего лучше личной консультации, когда специалист, глядя в глаза человеку, может ответить на любой вопрос, дать исчерпывающие ответы, чтобы и тревог никаких не было, и максимально радостно гражданин ушел из того или иного учреждения, в частности из пенсионного фонда, и воспользовался теми правами, которые предоставляет государство. Ну что ж, спасибо огромное гости нашей студии. Я напомню, что сегодня мы беседовали относительно нововведений в программе материнского семейного капитала. Ну что ж, остается пожелать жителям нашей республики, чтобы ваши семьи прирастали малышами, но государство поддержит. Ну а наш эфир подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами. Следующий выпуск «Карачаева Черкесия» онлайн выйдет завтра в 15.00. До свидания и хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин